Здравствуйте! Приветствую вас на библейском портале Экзегет. Мы продолжаем беседы о трудных местах Священного Писания. Сегодня обратимся к третьей главе Евангелия Туанна, к очень важному моменту, к беседе Спасителя с Никодимом. Задумываясь над строчками Священного Писания, смысл которых трудно сразу понять во всей полноте, мы можем прийти к очень важному результату. Мы увидим связь различных текстов Ветхого и Нового Заветов, убедимся, что главный сквозной смысл всего Писания – это весть о Христе, как он сам говорит об этом Луке и Клеопе на пути во Маус. Сегодня содержанием текста является разговор Спасителя с Никодимом, описанный в третьей главе Евангелия Туана. Перечтём текст. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников худейских. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, этого ли не знаешь?» Как видим, Иисус сразу озадачивает Никодима. Он не обсуждает с ним никаких толкований закона, чего, быть может, ждал Никодим от нового учителя. Спаситель сразу указывает Никодиму на главное, с чего начинается истинное понимание божественного учения – на новое рождение от воды и духа. Это новое рождение открывает человеку не просто новые богословские сведения или религиозные правила, а новое по существу – вход в Царство Божие. Оказывается, что человеку предназначено не только знать о Боге, но неизмеримо больше – знать Бога. Это и есть рождение в духе. Вода – символ очищения, дух – символ божественной силы. Обратим внимание на важные моменты в тексте. Первое. Что значит рождение? Ну, всякие знают, что это вхождение в жизнь, если бытия – в бытие. И так происходит, когда из-за травы матери появляется на свет новый человек. И Никодим мог бы с радостью понять Иисус, если бы сам чувствовал, что та жизнь, которую он получил от матери, ещё не вполне жизнь, раз она искажена грехом и кончается смертью. Он, как учитель Израилев, должен был знать из Писания и верить, что Бог готов быть отцом своему народу. Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь, сокрушённо обращается к Никодиму Христос. А между тем Давид обращается к Богу. Ты, Отец мой, и твердыня спасения моего. А Исаия восклицает. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твоей Искупитель наш. Если Писание именует Бога Отцом, то должен был Никодим понять, что значит рождение Духа. Это дарование новой жизни, обновление, вхождение в жизнь вечную в Царство Божие, то есть соучастие в жизни Бога. Знаете, есть у святых отцов такое высказание – человек, вполне человек, когда участвует в жизни Бога. Никодим, как учитель Израилев, должен был помнить сказанное Богом своему народу, что через пророка Исаию, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих, и тоже через пророка Еремию. И вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и будут им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня». Христос Спаситель мог ожидать от праведного Иудея Никодима того знания Бога, о котором свидетельствует Авраам, Моисей, Давид, все пророки и праведники народа Божьего. Этот опыт был дан Израилю, чтобы подготовить к встрече со Христом. Закон – где-то водитель ко Христу, как говорит апостол Павел. И сам Иисус склицает, у пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. С того момента, когда истинно верующие иудеи пошли за Христом, начинается Евангелие от Иоанна. Это ученики Иоанна Претевича – Иоанн, Андрей, Филипп, Нафанайл. А Нафанайле Христос сказал, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Почему так сказал Иисус об этом израильтянине? Потому что тот пошел за Иисусом после первой же встречи. Он узнал в нём Сына Божия. Иисус учит иудеев, «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное». Или, «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие, как дети, тот не войдёт в него». А что значит «будьте как дети»? Чьи дети? Это значит не сомневаться в том, что мы Богу дети. Если спросить ребёнка, «Ты чей?», то ответ будет «Мамин». Это внутреннее, присущее нормальному ребёнку знание, не теоретическое от чьих-то объяснений, а собственное, интуитивное, опытом подтверждённое и совершенно твёрдое. Так и Израиль – народ, избранный Богом, как его народ. Потому так и учит Господь апостолов обращаться к Богу в молитве «Отче наш». Вот Он, от кого принимаете Вышеизвечную, от Бога – Он, Ваш Отец. От Него получаете Вы новое рождение. Непонимание Никодима – не от незнания Писания, а, скорее, от нежелания знать больше того, нежелания знать больше того, что даёт обыденный житейский опыт. В таких случаях Христос прибегал к сравнениям, говорил притчами. Так и тут. Он говорит о действии Духа, как о движении ветра. Не знаешь, откуда Он летит, но голос Его слышишь. Слово «руах» означает и Дух, и Ветер. Всякий слышит шум ветра, хотя не знает, откуда Он. Отчего же не слышишь голос Духа Божьего? Ты, учитель Израилев. Если Я сказал Вам о земном, то есть в аналогиях, в притчах, и Вы не верите, как поверить, если буду говорить Вам о небесном? Но кто имеет власть – говорите небесном. Только Тот, Кто есть Сущий на небесах, Кто явился с небес, то есть воплотился. В разговоре с Никодимом Иисус сказал, «Никто не восходит на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах». Для нас эти слова могут быть немного загадочными, но Никодим должен был узнать в них пророчество Даниила. Вот из книги пророка Даниила, 6 главы, и 7 главы. «Видел Я в ночных видениях, вот с облаками небесными, Шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, И подведен был к Нему. Ему дана власть, слава и царство, Чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, Которое не пройдет, и царство Его не разрушится». Напоминаю Никодиму эти слова Христа, Эти слова Христос свидетельствуют о себе. И Иисус дает понять ему, что перед ним Не один из учителей человек, толкователь Писания, Но шедший с небес Сын Человеческий, Воплотившийся Бог. Затем Иисус напоминает о хорошо известном Никодиму событии Из истории Израиля, Такое, как, когда наказанные за свой ропот, Иудеи спасались от гибели, Если обращались к вознесенному на знамени Изображению змея, Как повелел Господь через Моисея. Это описывается в книге чисел. Иисус говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне, Так должному вознесенному быть Сыну Человеческому». Это образ Христа, распятого на кресте По воскресенье Своем вознесшегося одесную Отца. И, как говорит он в 3 главе Иоанна, «Дабы всякий верующий в Него не погиб, Но имел жизнь вечную», То есть вошел в новую жизнь, В общение с Богом Отцом, Которому, Богу Отцу, Усыновляет Христос, верующих в Него. То есть снова Спаситель обращает Никодима К тому свелительство о Боге, Какое переживали иудеи в своей истории, Сохранили в предании Верховного Завета, И которое подводит их к встрече с Отцом В лице Сына, Христа Иисуса. Сравним эти слова, сказанные Никодиму, С такой строчкой из первого послания апостола Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус и есть Христос, От Бога рождён». Вот ответ на вопрос о новом рождении. Никодим пришёл к Иисусу, Как к настафнику в законе, А узнал в нём Христа, Сына Божия, И уверовал в Него. Уверовал, то есть, значит, полюбил. Потому именно он вместе с Осиом и Заримафеем, Эти два старика, снимали Иисуса от Христа И полагали во гроб. Так из опыта Никодимы мы понимаем, Что узнать истину, на ново родиться, Это значит уверовать во Христа Бога, То есть, полюбить Его всем сердцем, Всем помышлением и всей душой. В контексте этой беседы Следовало бы обратиться еще к одним словам Спасителя, Которыми он напоминает пророчество Исаия. Это стихи 44-45 из 6 главы Евангелия Иоанна. Слова эти многие не сразу понимают. Вот стих 44-й. «Никто не может прийти ко Мне, Если не привлечет Его Отец, пославший Меня, И Я выскорюшу Его в последний день». Часто приходилось слышать, Не значит ли это, что не от человека Зависит, приходит он к Богу или нет, А зависит от божественного произвола. Мы, вроде бы, и безответны за своё неверие. Похожи на клевенийский тезис о предопределении. Однако никакого предопределения нет, Никакой безответности человека Господь не утверждает. Всё разъясняется следующей строчкой. У пророков написано, «И будут все научены Богом, Всякие, слышавшие от Отца и научившиеся, Приходят ко Мне». Слышавшие и научившиеся. Вот что важно. Стало быть, если человек Не просто пассивно слушал, А был чуток к Слову Божьему, Действительно услышал и научился, То он примет Христа. Ведь только о Нём и законы пророки. Мы не безответны за своё неверие, А, напротив, Потерпим большой урон, Как нерадивые ученики. Как в школе, слушают все, А многие не хотят научиться и слушают. Ну вот, пожеланием быть чуткими к Слову Божьему И добрыми учениками Христа Иисуса Закончим эту беседу. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok